Этого дома даже нет на некоторых картах. Глядя на фасад, можно подумать, что в полуразваленном здании уже давно никто не живёт. Заколочены окна, вывалившиеся ряды кирпичей, щели величиной в руку. А вход в дом просел настолько, что в здание едва возможно войти. Но оказывается, здесь обитают люди. Надежда Ивановна с горечью показывает дырки в потолке подъезда и крышу, через которую можно даже разглядеть звёздное небо. В квартире ситуация не лучше. Ну как живётся? Вы посмотрите. Стены, все нахо эти самые запененные. Здесь стена вываливается. Страшно жить. А соседи вот у вас как? Кто здесь есть? Соседи есть, но они не живут здесь. А это другая комната. На потолке живого места нет. Всё в протечках. Сметать плесень веником для пенсионерки – обычное дело. А ведь проживают здесь дочь с мужем и тремя детьми. Ну как с крыши начинает снег таять, так у нас всё кругом течёт. Сырость стоит и до сих пор. Холодильню закрываем плёнкой, вставляем тазики. Когда-то этот дом принадлежал мукомольному заводу. В 2001-м жилые помещения с баланса мукомола сняли. А вот город ветхие здания упорно не брал. Ещё через пару лет жилое помещение вообще признали непригодным для проживания. С износом в 75%. Но о расселении и речи быть не могло, поскольку дом никому не принадлежал. Мы все боимся ложиться спать. Боремся где-то с 2001 года. В суды подавали. Не знаю, никакого результата нет. И лишь в ноябре 2014-го только по решению суда дом был взят на баланс города и признан аварийным. Несмотря на то, что жилище того и гляди развалится, многодетная семья вместе с миссионеркой продолжает платить по 4 тысячи за коммуналку. Это при том, что ни газа, ни горячего водоснабжения в доме нет, а канализация, самодельная выгребная яма. Каждый месяц Надежда Ивановна за содержание и ремонт жилого помещения в 835 рублей 33 копейки платит управ компании. Но это по сниженному тарифу. Осмотр мы производим. Если аварийное обслуживание, у них включено аварийное обслуживание. Паспортно-визовый осуществляем. Договора социального нас заключаем. Со всеми с ними заключили, которые там были. Мы весной очень большую работу проделывали. Очищали там всю элеваторную. От придомовой территории увозили очень много и опиливали деревья. В городской администрации жителей аварийного дома обнадежили. Всегда приятно говорить какие-то позитивные новости. Для жителей этого дома по улице Элеваторная 20 эти новости уже состоялись. Постановлением администрации города это здание признано аварийным. И соответственно подлежащим расселению до 1 марта 2020 года. Есть еще вариант, говорят городские власти. Если уж не в моготу жить в разваливающемся доме, то многодетные семьи с пенсионеркой могут на время предоставить жилье в маневренном фонде. Но ведь сроки расселения до 1 марта 2020 года. А значит возможно расселение и раньше. Почему бы депутату горсовета Светлане Позняковой, чей портрет красуется на аварийном доме, не ускорить процесс? Предвыборный лозунг подходящий. Она сумеет доказать, что ей многое по плечу. Вот пусть и доказывает. Алексей Соков, Александр Мажаров, 6 канал.